Одна из моих сокурниц 20 лет прожила в Америке, получила гражданство, вышла замуж, перевезла туда маму и рассказала, как и она, и американцы наживаются на стариках. Она, собственно говоря, на собственной маме. Ну, не торопитесь обвинять её, давайте послушайте, что она мне рассказала. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий, она получила гражданство, соответственно, перевезла туда маму и мама, как, ну, воссоединение семьи, там у неё, она и детей туда всех, двоих перевезла отсюда, ещё двоих там родила, вот, и перевезла туда маму и мама получила гражданство. Мама в Америке не работала ни дня, насколько я понимаю. И, ну, она в пенсионном возрасте, ей уже 87 лет. Так вот, когда я спрашиваю, говорит, Тамар, ну, а там, ну, какие-то источники доходов, как получают, как работают, значит, ну, как живётся в Америке, сколько платят, за что, она говорит, что я получаю там денежки, ну, часть там она как-то зарабатывает, часть у неё пассивный доход идёт, и, говорит, я работаю как социальный работник ещё. Ну, как-то, ну, работники, работник, хорошо. А дальше выясняется, что же это за социальный работник. Смотрите, она как социальный работник ухаживает за собственной мамой. То есть, смотрите, маме 87 лет, у нас как бы, ну, как принято, мы ухаживаем своими родителями, мы их содержим, и всё нормально. А там, значит, если пенсионер, ну, вот, достаточно в пожилом возрасте, то ему положен социальный работник, и если Тамара готова ухаживать за собственной матерью, то, значит, ей платят как социальному работнику. Из расчёта 13 долларов в час. Если вы умножите, то получите, значит, ну, практически ровно 2000 долларов в месяц. Просто за то, что человек, ну, как бы, ухаживает за своей матерью. И, вы знаете, я бы не стал обвинять в том, что, так сказать, Тамара наживается на своей матери, потому что, блин, так поступил бы каждый, потому что раз государство платит, чего ж не брать. Вот. Более того, там, как она рассказала, все, кому не лень этим занимаются, вот тут я вообще офигел. Она говорит, что маме положено социальное жильё, и ей дали там квартиру в отдельном домике, который, ну, как бы, вот под социальное жильё сдаётся. И, ну, это многоквартирный дом стоит на берегу озера в Кливленде. Вид, говорит, шикарнейший. И, ну, естественно, владельцу дома государство компенсирует, ну, все расходы и платит деньги владельцу дома за то, что он предоставляет этот дом престарелым. Более того, ему выделяются деньги на капитальный ремонт, и мама жалуется, что там постоянно идёт какой-то ремонт, постоянно что-то ремонтирует, потому что, ну, хозяину выделяют деньги на капитальный ремонт, и он просто вынужден капитальный ремонт просто из пальца высасывать. А насчёт дальнейшего, значит, к бабушке, вот к этой маме приезжают каждый, там, сказать, там два-три раза, ну, как Тамара говорит, возят их в детский сад. То есть приезжает автобус такой, как типа школьного автобуса, забирает их, и, значит, куда-то везёт развлекать их. То есть то они куда-то ездят на какую-то экскурсию, то какие-то лекции им читают, то ещё что-то. И мама постоянно ворчит, говорит, слушай, надоели мне эти всякие экскурсии, надоели мне эти штуки. И их не просто куда-то возят на экскурсию, так там их ещё и кормят, естественно, значит, там от души и так далее. Теперь что по поводу медицины. Но когда я спрашивал у Тамары насчёт медицины, какая медицина в Америке, то есть там страховая медицина, и это очень, очень, очень дорого. Это очень дорого для простых американцев, которые работают и зарабатывают деньги. Но те, которые живут на welfare, значит, там, ну, на гособеспечении, то есть в том числе и мама, для них государство оплачивает медицинские услуги. И тут вообще полный, так сказать, пипец, потому что тут уже все врачи. Ну, понимаете, что медицина в Америке дорогая, и, значит, если простой человек придёт, ну, значит, ему там выкатят, конечно, счёты, поэтому простые люди очень, очень не хотят попадать в больницу, потому что это очень дорого. Это очень дорого, по всякой фигне они туда точно не обратятся. Вот, но зато гособеспечение и врачи буквально просто тоже высасывают из пальца, давайте мы такие анализы сделаем, а давайте такие. Не дай бог старички заболеют, потому что к старичкам относятся врачи как к источнику дохода за счёт государства, денежки текут. То есть они говорят, ну, вот мы считаем, что, значит, ей нужно такое-такое обследование пройти, там, такие-то операции, операции это вообще караул. И, как говорит Тамара, что все молятся, лишь бы старички жили долго и счастливо, и чем дольше они будут жить, тем больше все будут получать деньги откуда из бюджета. А откуда берутся деньги в бюджете, ну, это уже чёрт их знает откуда. Ну, она говорит, что, ну, в общем, так сказать, как бы никто же об этом не задумывается из бюджета и из бюджета. И когда мы обсуждали с ней это, ну, и я говорю, ну, когда-то же это, так сказать, закончится, и она говорит, ну, то есть когда-то же это закончится, когда-то же бюджет грохнется. Ну, вот, но и кто-то будет за это расплачиваться, за весь этот праздник жизни, но кто будет за это расплачиваться? Я сказал, что, Тамар, судя по всему, будут расплачиваться даже не твои дети, а внуки. Вот, ну, то есть, ну, так невозможно, ну, когда вот просто люди, просто, ну, бюджет, бездонная бочка, к этому относятся, как к бездонной бочке, особенно при демократах, то есть сейчас это всё усугубится. Ну, вот, вот такое она мне рассказала, я не знаю, вот, хотите верьте, хотите нет, напишите, что вы думаете по этому поводу, я лично просто был шокирован. Вот, вот этим. Ну, ещё, что она рассказала, я, как бы, в других видео, это уже к этому сюжету не относится, а на сегодня всё. Спасибо за внимание, с вами был Демитков Юрий, поставьте, пожалуйста, лайк, ну, и напишите своё отношение к этому вопросу. Спасибо.